Музыка 21 мая в акционерном обществе «Саянск Химпласт» состоялся конкурс профессионального мастерства Среди слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике 15 специалистов, слесарей со всех ведущих производств предприятия Принимали участие в соревнованиях за звание лучшей по профессии Целью конкурса, по словам начальника цеха КИП Александра Леонова Было не только выявление самых грамотных и квалифицированных работников Это, в принципе, и так известно по ежедневной работе Главное было расшевелить честолюбие, встряхнуть людей А потом и материальный интерес тоже играет роль Победитель и призеры получают денежное вознаграждение А победитель и доплату в заработку в течение года Значение конкурса в жизни вообще службы КИП и конкурса в целом для предприятия Я считаю, оно неоценимое Даже вот сейчас разговаривал с участниками В принципе, даже материальный интерес, конечно, присутствует поощрение Вот, ну, многие даже говорят, что оценить себя Вот именно в конкурсе сравнить, что-то есть, попробовать И жизнь, говорит, ну, как бы разнообразнее становиться А то дом-работа, дом-работа вроде, да, как бы получается А здесь курса адреналина? Да, курса адреналина и, в общем-то, многие так говорят Схема проведения конкурса была обычной В течение часа участникам предлагалось ответить на 50 вопросов теоретического тестирования Затем в практической части выполнить 5 заданий разных по характеру и сложности Разработчики практических заданий постарались охватить все сферы знаний, умений и навыков Необходимых слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике Но причем здесь нарезка резьбы на гайке в соответствии с размером приложенного болта Наверное, это все-таки дело слесарей другой службы, не КИПа Ничего подобного, ответил судья этого этапа Валерий Тимохин Слесарь, независимо от специализации, должен знать механику и уметь ремонтировать приборы всеми способами Ежедневно в КИПовских мастерских появляются приборы с коррозией резьбовых соединений Нарезать гайку должен уметь каждый Вообще-то, даже на посторонний взгляд конкурс профессионального мастерства среди слесарей КИПа Выглядел сложнее остальных Участникам приходилось перестраиваться на выполнение заданий, неоднозначных по интеллектуальной составляющей Только во время перехода из одной мастерской в другую После относительно примитивного изготовления гайки Предлагалось произвести настройку, калибровку и испытание прибора Для измерения уровней плотности среды в аппарате Операция требует полной сосредоточенности и широкого спектра знаний Значение этой операции на реально действующем производстве понять несложно Аппарат, где происходят химические процессы, как кастрюльку на кухне не откроешь Только прибор может полно и точно отразить реальную картину того, что происходит в ограниченном герметичном пространстве Ну а философии службы ГИП Это глаза и уши предприятия, если уже так говорить Без информации о процессе, что там происходит и делается Потому что в химической промышленности это все закрыто, все в аппаратах Глазом не увидишь Но немного отвлекусь, когда я был еще студентом на практике на стекольном производстве Там вот самое интересное производство, что я видел То, что там все видно глазами от начала до конца И сам процесс интересный Здесь этого не видно Поэтому о всех параметрах, которые в аппаратах, в колоннах Необходимо узнать, измерять правильно Контрольно-измерительные приборы и автоматика на производстве – не только его глаза и уши Приборы контролируют все параметры процесса, вплоть до правильности коммутации оборудования Технолог ориентируется на показания приборов и сигналы автоматики К примеру, комментирует судья следующего практического задания Александр Леонов Технолог нервничает, у него не идет процесс Потому что приборы якобы врут и температуру показывают неверную Ситуация нередкая Задача слесаря – измерить температуру в термостате Это следующий конкурс Говорят, это несложно Для профессионалов Так как показания одного прибора нужно преобразовать в другой сигнал Ввести поправки, выдать результат, сравнив его с эталоном Как правило, технологу требуется результат как можно быстрее На задание по измерению температуры на конкурсе отводилось 35 минут Профессиональная болезнь у киповцев такая наступает Они редко врут, потому что им врать нельзя Там уже пусть принимают другие решения В зависимости от той информации, которую получили Но информацию доводить необходимо правильно Это уже, в общем-то, нарабатывается с годами Ну и первая заповедь – это измерять настолько точно, насколько возможно Ну, не точнее, чем необходимо Экономические вопросы тоже присутствуют Потому что можно довольно точное оборудование иметь, но дорогое будет Сегодня сложность контрольно-измерительных приборов на Саянской химпласте такова Что уже не только инженеру, но и слесарю требуется знание основ программирования Но паяльник еще долго останется продолжением руки слесаря КПА Это судья следующего конкурса Алексей Потапов Рассуждает о сложности своего этапа Который состоит в выполнении схемы стабилизатора напряжения По предоставленной принципиальной схеме Маленькое отступление Интересно, что в списке работников Саянских химпласта У достоенных в этом году правительственных наград Врученных в День химика Практически половина фигурантов – киповцы И это яркая иллюстрация роста роли средств измерения И специалистов по работе с ними Не только в обеспечении бесперебойной работы предприятия Но и в росте экономики Саянский химпласт давно работает по международным экологическим стандартам В их обеспечении также немалую роль играют средства КПА Подготовка специалиста по таким приборам многогранна Чтобы измерить, к примеру, уровень PH в сточных водах Слесарь Кип должен обладать знаниями по физике, химии, математике, электронике В части чтения схем и выбора радиодеталей В общем, это сугубо специфично и архиважно для предприятия Но вот парадоксально Химпласт работает над оптимизацией производства в различных его сферах И не только химпласт Нам он ближе, пусть будет иллюстрацией Одним из мощных средств снижения затрат на производство продукции Является широчайшее внедрение средств в КПА И как следствие, если не расширение этой службы То во всяком случае повышение уровня подготовки специалистов Но обучением и подготовкой кадров Вынуждены заниматься сами предприятия Испытывающие нужду в квалифицированных киповцах Саянский химпласт яркий пример Сегодня наличие в трудовой книжке специалиста Записи о работе на Саянский химпласте Для любого работодателя Гарантия обретения кадров со знаком качества Быть может, это печальный пример, но показательный Ну, самый такой показатель Я скажу то, что у нас последние годы Когда на нефтяную и газовую промышленность Они кадрами, очевидно, подготовкой занимаются Но не в такой степени Поскольку уровень заклад там повыше Они, естественно, стараются переманить И последний год вот был отток именно киповцев На те предприятия Берут довольно охотно Насколько я знаю Даже те, которые отказываются в одном месте Получая более выгодное предложение в другом Где отказались Они говорят, если вы там передумаете Мы вас все равно возьмем Потому что вы Саянский пласт Поэтому Ну и в целом моя оценка тоже Я же с ними работаю Уровень довольно высокий Это не отнимешь О системе подготовки специалистов по КПА Мы уже говорили не раз Она эффективна и результативна Правда, тем, кто конкретно занимается с молодежью Которая номинально считается студентами техникума А на самом деле является учениками на производстве Наставникам приходится нелегко Помимо профессиональной подготовки слесаря 3-го разряда Под руководством заместителя начальника цеха Виталия Попова Вновь проходят школьный курс физики и химии Его помощники, подобно Евгению Брилю Много в прямом смысле возятся с воспитанниками Обучая азам и тонкостям профессии А порой занимаясь не только профессиональным воспитанием Это дорогого стоит Но стоит Коль скоро ученики вскоре сами становятся учителями Павел Шелкунов прошел этот путь От слесаря 3-го разряда до мастера цеха Первое мое рабочее место было Мастерская лаборатория физико-химических измерений Где я начал слесаря Постепенно, год за годом, повышал свою квалификацию Получал новые разряды, выше и выше После этого получил должность инженера в той же мастерской И потом уже получил должность мастера Сейчас я в этой мастерской лаборатории уже руковожу Эффективность обучения на производстве Она всегда высока Если есть теоретическая база Если есть желание и теоретическая база Так лучше было бы сказать На производстве без отрыва от теории Есть такой один маленький нюанс У нас учебные заведения Не всегда обеспечены достаточным количеством Практического материала Зачем можно руками что можно потрогать Здесь этого в избытке Но поэтому для теории привлекается и наш техникум для обучения То есть теоретическая база все равно должна быть Но когда это все видно Объяснили, показали, посмотрели, потрогали, пощупали Это всегда эффективно Кстати, эмблема конкурса Разработанная Виталием Поповым Отвечает современному содержанию работы специалиста по КПА Как в целом, так и на химпласте в частности Итак, кто же лучше всего справился с владением Традиционными инструментами на фоне компьютера Как иллюстрации системных изменений Результаты объявил председатель жюри конкурса Профессионального мастерства Среди слесарей КПА Главный приборист предприятия Владимир Ильич Смолин Поблагодарив участников за смелость, выдержку и профессионализм Он вручил сертификаты об участии в соревновании Всем и огласил имена победителей Валерий Бриль, слесарь цеха КПА По единодушному мнению жюри, назван лучшим по профессии Команда была очень сильная Поэтому, заняв первое место, мне, может быть, немножко сопутствовала удача А команда была очень сильная Вы имеете в виду всех соперников своих? Да, да Обладатели второго и третьего места набрали равное количество баллов Поэтому судьи при подведении итогов учли время исполнения конкурсных заданий Так на втором месте оказался Евгений Деньгин Слесарь КПА ремонтной службы производства ПВХ Было сложно, трудно, но все получилось Второе место есть, как бы над чем работать Третье место присуждено слесарю цеха КПА Денису Тихонову Который назван открытием конкурса Присутствовало небольшое волнение Это мы побороли Вопросы были подготовлены Значительно так Серьезные Пришлось маленько постараться Напречь свои извилинки И, в принципе, Нужно было идти к победе Остальное учиться, учиться и еще раз учиться Конкурс «Лучший по профессии» среди слесарей КПА Завершил серию соревнований в профессиональном мастерстве По основным специальностям химпласта Руководству предстоит осмыслить его итоги Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин